Новое видео выходит каждый день в 20.00. После предыдущего ролика, в котором я, так сказать, высказал претензию ко многим самперам по поводу того, что, мол, вы записываете интервью и у вас геймплей, то есть абсолютно не относящийся к тематике самого ролика. Вы записываете разоблачение и у вас геймплей, вы записываете летсплей, а, ну, ну тут ладно, ладно. И мне многие сказали, мол, Даня, Даня, ты же записываешь разговор на ролике, почему ты заставляешь смотреть нас на этого сутенера на белом фоне? Почему ты не можешь отснять какой-нибудь геймплей, как ты делал в начале вот этого второго своего канала и давать вот этот геймплей нам, чтобы нам было интересно смотреть и так далее. И давайте данным видеороликом я отвечу на данный вопрос. Во-первых, конечно же, я хочу быть уникальным, потому что больше никто из самперов не взяет вот этот вот прием с хромакеем. Возможности хромакея, как вы можете знать, безграничны, я его использую вот так, достаточно по-дилетантски и так далее. Но как могу, так и использую. Что ж поделать? Возможно, связано это ещё и с тем, что хромакей в сампе не особо хорошо реализован, но это изначально и не задумывалось под хромакей. Ну ладно, неважно. И знаете, почему же всё-таки в моих роликах я постараюсь больше никогда не делать геймплей? Просто дело в том, что когда я смотрю какой-то ролик с такой, знаете, с серьёзной смысловой нагрузкой, в которой нужно прям вдумываться, думать, ага, 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 вот это пруф, вот это тут так, 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 и я начинаю засматриваться на геймплей. По итогу, всю основную мысль, которую до меня пытался донести автор данного видеоролика, на протяжении всего этого времени, я просто выпускаю из виду, что не случается в случае, когда вот у меня стоит перс на фоне хромакея. Вот я сам посмотрел ролики, где у меня какой-то геймплей, я абсолютно прослушал всю свою мысль. А когда у меня перс на фоне хромакея, то вот тут уже нормально. И плюс моих роликов в том, что вы можете вообще не смотреть на картинку, на то, что там происходит. Вы можете свернуться и там делать какие-то свои дела. Да, конечно же, вы можете пропустить какие-то детали, по типу того, что у меня тут разнообразные скриншоты бывают, всплывают и так далее слева от моего персонажа. Бывает, что я вставляю какие-нибудь, знаете ли, разнообразные видеоролики вместо вот этого вот персонажа, чтобы показать, какой контент делают люди. Ну, в общем, я не думаю, что это нужно рассказывать и так далее. Вы можете это пропустить, однако, если вы что-то из этого пропустите, то вы не упустите какую-то ветвь повествования. Вы все равно поймете ролик от начала и до самого конца. Да, допустим, вот у того же Ангела Касада я смотрю ролики, если там он не просто ездит на машинке и так далее, а если там что-то происходит, хотя бы какое-то малейшее действие, я уже теряю полностью всю мысль, мне приходится выращивать ролик, заниматься какими-то своими делами, и так я действительно лучше усваиваю всю вот эту вот информацию. Естественно, моя мечта в недалеком каком-нибудь будущем, если первый канал начнет приносить достаточно большие доходы, да и второй канал также будет приносить доход, почему бы и нет, большой доход. То есть на втором канале реклама будет стоить очень дорого, в разы дороже, чем на первом канале. Я не хочу проебать второй канал, мне действительно нравится им заниматься, выкладывать ролики каждый день 20.00, поэтому если тут, мало ли, будет реклама, то будет она стоить колоссальных денег. Ну, мало ли, вы не знаете, там будете думать, о, продался за копейки и так далее, но нет, потому что моя мечта в недалеком таком будущем, это, знаете, арендовать студию, наверное, с хромакеем или без хромакея, неважно, поставить туда такой стол, поставить камеру, выставить свет, освещение, и просто вот целый день снимать для вас ролики. Вот именно вот из ИРЛЭ, то есть я буду рассказывать про какие-то события в САМПе, критиковать каких-то людей и так далее, но теперь в ИРЛЭ. То есть вы будете смотреть не на вот скин в САМПе, а вот конкретно на меня, если вы не знаете, то лицо я уже спалил на стрим-канале, да и на стримах я палил... А, Твич же забанили, точно. Ну, так или иначе, я думаю, вы меня поняли. И, соответственно, я понимаю, что это стоит колоссальных денег, тем более студию нужно как-то снимать, ещё нужно найти такую студию где-нибудь в Казани, если кто не знает, я живу в Казани, Луняша, кстати, не понаслышке знает у неё там... Мой адрес есть, блядь, ладно, бывший адрес, но так или иначе, номер телефона у меня... Ой, у неё мой есть, да и у меня её, по-моему, номер телефона есть где-то на почте, на ГМЛ, но это уж не так уж и важно. Поэтому я считаю, что вот этот вот персонаж на белом фоне это оптимальный вариант. Если вам скучно смотреть на персонажа, вам нужно заниматься какими-то своими делами, то это не проблема. Вы можете свернуть ролик, и вы не пропустите абсолютно ровным счётом ничего, чем если бы вы смотрели геймплей. Потому что во время этого самого геймплея вы, во-первых, вникаете в сам вот этот вот геймплей, который там происходит, и просто вот не вникаете в саму суть ролика, то, ради чего он вообще задумывался. Изначально я вот так начал думать, откуда вообще зародился вот этот вот геймплей. Как мне кажется, зародился он где-то со времён Фостерса, там потом появились Леройны, Катайны, и популяризировали вот этот вот весь геймплей в массах. Естественно, наши самперы не стали исключением, и теперь мы можем видеть большое количество каналов, которые записывают любой ролик, и у них геймплей. Я не вижу в этом ничего плохого, раз уж им не нравится там морочиться как-то с рамакем, и так далее, вот это вот всё настраивать, и многое другое, хотя это один раз настроить, потом уже всё. Ну раз люди не хотят, ну я что, я их заставлять буду или что? Ни в коем случае. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если хотите, если у вас, мало ли, есть какая-то режиссёрская начинка, то можете сказать, как можно организовать подачу материала в самих роликах. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok